Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория AllD Computers и я Владимир Смирнов. Сегодня мы рассмотрим медиаплеер, произведенный компанией Eomega и называющийся Eomega Screenplay MX с объемом внутреннего жесткого диска 1 терабайт. И в начале, как обычно, комплектация. Кроме самого плеера, мы также получаем пульт дистанционного управления с двумя батарейками к нему, блок питания, кабель аналогового подключения TULPAN, USB кабель и инструкцию на нескольких языках, в том числе русском. Внешний вид. Прежде всего нужно отметить, что устройство совсем невелико. Его габариты лишь слегка превышают размеры стандартного жесткого диска. Из органов управления на корпусе присутствует лишь кнопка включения. И все остальное управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. На передней панели находится разъем USB, в который можно вставить флешку, карт-ридер или внешний жесткий диск. Со всех этих устройств также можно будет воспроизводить медиаконтент. На задней панели разъемов значительно больше. Здесь нам предлагается еще один USB для подключения к ПК, разъем для подключения блока питания, цифровой видеовыход HDMI, отверстие для замка безопасности, коаксиальный аудиовыход, аудио-видеовыходы и композитный разъем. Проверим девайс в работе. Подключим его к ПК-USB кабелям, идущим в комплекте. Ее Mega Screenplay MX определяется в системе как обычный внешний жесткий диск. Теперь подключим его к телевизору, в нашем случае при помощи кабеля HDMI. Пока единственный на устройстве светодиод моргает, девайс загружается. Все, загрузка завершена. Можно переходить в меню. Меню совсем не перегружено функциями и иконками, все интуитивно понятно. Тут присутствуют следующие пункты. Все диски для навигации по папкам, видео, музыка и фотографии для просмотра файлов в соответствующем содержимом. Настройки. Где можно выбрать язык, настроить видео, настроить звук, установить родительский контроль или обновить прошивку системы и настроить режим слайд-шоу. Запустим фильм. Сделать это чрезвычайно просто. Заходим в пункт видео, выбираем с какого носителя хотим просматривать контент и нажимаем play. При просмотре работает все, что нужно. Перемотка, включение и отключение субтитров, быстрый переход к следующему фильму. Производитель заявляет поддержку практически всех распространенных форматов. С размером файлов тоже проблем не возникло. Фильм весом в 25 гигабайт проигрывался без проблем. Выводы. Сегодня их два. Первый. Если вам нужен простой, недорогой и всеядный медиаплеер для просмотра фотографий и фильмов практически с любого носителя на телевизоре, это устройство вам прекрасно подойдет. И второй вывод. Если вам нужен обыкновенный внешний жесткий диск, все равно стоит взять ее Mega Screenplay MX, как простой внешний накопитель. Он компактен и недорог, к тому же вы практически бесплатно получаете очень функциональный медиаплеер, а вось когда-нибудь пригодится. До свидания.